С вами канал Science Daily, новости науки и космоса. Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-21» успешно пристыковался к МКС и сегодня ночью экипаж корабля перешел на борт станции. Ракета с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 18.55 по Москве 18 марта. Через 9 минут она вывела корабль на орбиту и он начал свой автономный полет к МКС. Корабль «Союз МС-21» долетел до МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме и уже через три часа в ручном режиме пристыковался к модулю «Причал». На МКС прибыли космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Их встретил экипаж МКС в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, а также четырех астронавтов НАСА и одного астронавта Европейского космического агентства. Таким образом, сейчас на станции находится 10 человек. В таком составе экипаж МКС проработает до 30 марта, когда Шкаплеров, Дубров и Ван Дыхай вернутся на Землю на корабле «Союз МС-19». Все трое прибывших на борт МКС космонавтов – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков – выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев летит на МКС уже третий раз. У остальных опыта космических полетов еще не было. Корабль «Союз МС-21» назвали Сергей Королев в честь того, что в 2022 году исполняется 115 лет со дня рождения великого советского конструктора, тоже выпускника МГТУ имени Баумана. Планируемая продолжительность полета экспедиции составит 195 суток. Ранее командир корабля «Союз МС-21» космонавт Артемьев сообщил, что за время своей миссии экипаж совершит 6-7 выходов в открытый космос. На этом все. Оставайтесь на канале Science Daily, чтобы не пропустить самые интересные научно-космические новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok